У вас на этом жизнь не остановится. Выпустите на свободу свою темную сторону. А я не могу выбрать что-то одно, потому что мне нравится и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Это просто, ну, такой тип мышления. Главное просто понимать, к какому типу я отношусь. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна Волкова, и у меня в гостях сегодня Алиана Донченко, психолог, HR-специалист и продюсер. И в этом цикле программ мы обсуждаем тему, как найти и воплотить своё призвание. И тема нашего последнего выпуска – форматы развития, как реализовать свои таланты. Мы поговорили о том, как обнаружить свои таланты, как начать их раскрывать, а теперь нам пора их реализовать. Но зачастую есть такой миф, что, ну, вот если есть талант, то человек с детства этим занимается, и потом это переходит в карьеру, да. Но бывают же, получается, и другие форматы. Да, конечно. Ещё очень часто бывает так, что, допустим, если человек растёт мультипотенциалом, ну, то есть что я имею в виду, когда есть предрасположенность сразу к нескольким сферам деятельности, да, то есть мультипотенциал, то есть потенциал сразу ко многим вещам, то человек, наоборот, может теряться и может казаться, ну, почему я не могу определиться, вот нужно же выбрать что-то одно, а я не могу выбрать что-то одно, потому что мне нравится и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, да. То есть получается, что у человека действительно есть несколько способностей. И культура, да, где принято, что ты всё-таки должен выбрать один вектор развития, может человека так немножко дестабилизировать, да, и он может пугаться немножечко вот этой своей мультипотенциальности, да, и вот такой вот многообразии интересов. Хотя на самом деле это неплохо, это хорошо, то есть я бы не шла вот в этом, да, в угоду каким-то современным трендам, а всё-таки посмотрела внутрь себя. То есть если мне нравится так, как я могу это сделать, как я могу реализовать, если мы говорим о карьере, да, это в рамках карьеры, как вообще это всё можно построить, потому что на первый взгляд кажется, что есть два варианта развития, да, вертикальная карьера или горизонтальная карьера. Вертикальная это когда как, ну ты, допустим, устроился в компанию, да, там на позицию, ну, к примеру, ты юрист, да, там вот ты младший юрист, там потом, и ты постепенно-постепенно-постепенно растёшь там до руководящей позиции. Это вертикальная карьера. Горизонтальная карьера это когда ты не хочешь становиться каким-то топ-руководителем, не хочешь брать какие-то менеджерские функции, да, когда тебе, допустим, нравится быть, ну, определенным специалистом, и ты расширяешь именно свой профессиональный кругозор, ну, то есть без того, чтобы брать, да, там менеджерскую функцию. Это горизонтальный рост. А есть ещё такой формат развития, как мультиразвитие. Это когда ты можешь совмещать, например, работу в компании, к примеру, со своим делом, там, со своим бизнесом, или с фриланс-работой, да, или с самозанятостью, или с ведением блога, который, к примеру, может приносить тебе доход. Ну, как очень часто, то есть кажется, ну, это же не карьера, это же, ну, не развитие. Но на самом деле это как раз вот и есть мультиразвитие. То есть когда ты способен совмещать несколько форматов, несколько вариантов развития, которые будут дополнять друг другу, и как раз вот такому человеку с мультипотенциалом давать такое ощущение, ну, как сказать, многопланового развития. Очень интересно, потому что обычно говорят, ну, если тебе нравится и то, и то, и то, и ты не можешь определиться, что ты распыляешься, и такой мечтатель, который ничего не добьётся. Ну, смотри, здесь что ещё можно сделать, да, если, опять же, мы говорим про мультипотенциал, человек может найти некую связку между всеми своими увлечениями, то есть что их объединяет. Может быть, действительно там есть некий, так скажем, некое связующее звено, про что это. Допустим, что всё это, к примеру, про творчество. То есть что человек просто хочет раскрыть свой творческий потенциал, но ему там нравится и рисовать, и снимать, ну, вообще много разных вещей, но на самом деле это всё про одно. То есть это всё про творчество, и, может быть, это можно как-то всё подумать, объединить, связать в какое-то одно дело, которое сразу задействует максимум его интересов. То есть такое тоже может быть. Ещё что можно сделать? Можно, как вариант, нарисовать карту развития. Что это такое? Да, то, что я имею в виду. Допустим, ты берёшь в центр этой карты свою сферу. Ну, какую можем написать? Допустим, медиа подойдёт. Мы пишем, значит, в середину, ну, то есть центральную сферу, которая меня интересует. И дальше берём несколько вариантов развития, то есть где эта сфера ещё может, можно реализовать. Например, это может быть маркетинг. И дальше мы анализируем, какие вакансии есть на рынке в рамках этой сферы. Ну, то есть, например, отсюда же можно пойти в сферу пиар. Ух ты! Понимаешь, да? То есть там тоже же можно реализовывать медиа. Ты будешь работать со СМИ. Ну, то есть ты будешь помогать компаниям организовывать некие там публикации, съёмки. Это же тоже медиа. И дальше посмотреть в рамках пиар, какие есть вакансии внутри этого направления. Понимаешь, да? Что там есть? То есть там может быть СММ. Ну, оно по-разному. Оно может быть в рамках маркетинга, может быть в рамках пиар. То есть ты можешь в рамках СММ что можно делать? Ты можешь помогать блогерам снимать контент. Это же СММ. Это тоже, по сути, медиа. Куда ещё отсюда можно уйти? Отсюда можно уйти, если, допустим, вас больше интересует там, как это скажем, не видеосъёмка, к примеру, там, больше работа со звуком, да, вот без того, чтобы быть в кадре. Мы можем пойти там в средства массовой информации и, к примеру, отсюда уйти в сферу радио, к примеру. Тоже развитие. Можно уйти чисто на телевидение. Можно уйти, если вы не хотите ни голосом, там, ни лицом появляться в кадре, это могут быть печатные СМИ, там, газеты, журналы. Плюс это может быть диджитал-среда. Ну, то есть диджитал-направление, которое объединяет в себе цифровые, да, там, медиа. Отсюда ещё куда можно уйти? Можно уйти в сферу инфобизнеса или блогинга, который тоже, в принципе, можно монетизировать. Ну, я напишу это, наверное, как блогинг, да. Обучающие курсы какие-то? Да, может быть, обучающие курсы. Творчество давай что-то напишем. Вот как это можно ещё выделить? Что бы ты ещё сюда написала? Дизайн, например. Да. Всё, что с ним связано. Точно, сюда можно уйти в дизайн. Ну, то есть это создание, да, каких-то обложек, да, там, создание... Графического. Графического дизайна. Графического дизайна. И здесь тоже много-много разных направлений, которые тоже можно посмотреть. Просто открываете HeadHunter и анализируете определённую отрасль или сферу. Администрирование. Да, 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 да. Почему нет? Кстати, вот ты знаешь, сейчас ещё такая тенденция, поскольку рынок инфобизнеса растёт, ну, я имею в виду социальные сети, то появляется очень много новых таких трендовых вакансий, а-ля там администратор блогера, да. И все сразу идут на них учиться. И все сразу идут учиться. Или же там какой-то специалист по визуалу. Понимаешь, да, идею? Но, по сути, эти все трендовые вот такие вакансии, трендовые направления, они есть уже внутри отрасли. Ну, то есть, по сути, там, тот же визуализатор, да, или тот, кто создаёт визуал, это, по сути, дизайнер. Понимаешь, да, идею? И то есть я бы здесь рекомендовала идти обучаться не вот такой трендовой профессии, ну, которая вот сегодня есть, завтра рынок поменялся, и завтра уже там не специалист по визуалу, а специалист по рилс. Да, тем более человек зачастую там передаёт свой личный опыт, чаще всего, и иногда он не совпадает даже с нашими ценностями. То есть мы не захотим таким образом проявляться. Например, просто я недавно смотрела небольшой обучающий урок, и там девушка только стала говорить про визуал, и сразу «выпустите на свободу свою тёмную сторону». И я выключаю просто, потому что оно не совпадает с моими ценностями, однозначно. Не откликается себе. Да, а она делится своим личным опытом, а не общими знаниями о том, как сочетаются цвета, формы, фактуры. Ну, то есть, может быть, это неплохо в плане каких-то навыков получения, но если говорить прямо об образовании, я бы шла получать более общую профессию, которая, так скажем, с которой вы сможете реализоваться не только в рамках одной социальной сети создания рилса, которая будет более общей, поможет вам работать и с бизнесом, создавать контент для бизнеса, ролики для бизнеса, тоже почему нет. Да, ещё отсюда куда можно уйти? В коммуникации. Сюда спокойно можно уйти в сферу HR, и, допустим, тема внутренних коммуникаций, тема тоже создания того же контента для бизнеса. Это будет чуть по-другому, но, по сути, вы будете тоже заниматься медиа и коммуникациями. Вот, и смотри, то есть, соответственно, я не даю какую-то схему, вот что вот, медийщикам, вот только вот всё, и больше никак. То есть, эту схему вам нужно просто нарисовать под себя и проанализировать все возможности, которые у вас есть. Что вы делаете дальше? Вы анализируете рынок, смотрите, в каких отраслях вы ещё можете, ну, максимально раскрыть свой потенциал. Затем вы выписываете, к примеру, три гипотезы, что, допустим, мне подойдёт, к примеру, там, блогинг, мне подойдёт, допустим, ну, к примеру, телевидение, и, может быть, там мне подойдёт ещё там сфера внутренних коммуникаций, к примеру, да. Вы выписываете три эти гипотезы, и затем выписываете свои ценности, вот то, что мы раньше проходили тему. Ну, то есть, что для меня важно, там, допустим, свобода, там, что у тебя ещё было? Время, саморазвитие. Время, саморазвитие. Творчество, влияние. Зарплата. И затем вы анализируете рынок и вакансии на предмет того, насколько каждая из этих позиций соответствует вашим ценностям. Понимаешь, да, идея? И то есть, на какой там средний доход я могу выйти в этой сфере? Какие мне нужны скиллы, навыки, чтобы меня взяли в этой сфере на работу? То есть, может быть, у меня каких-то навыков не хватает. И мне, чтобы перейти чуть-чуть в другую сферу, мне нужно, ну, каких-то навыков добрать. И дальше вы уже суммируете, ну, то есть, смотрите по колоночкам, какое из этих направлений, ну, там, на данный момент более, там, не откликается. И уже у вас есть просто вариативность выбора. Вы не ограничены чем-то одним, вот что всё вот только вот так и больше никак. А вы смотрите в целом на мир, на ситуацию на рынке более объёмно. И если, к примеру, да, вот как недавно была ситуация, закрывают одну соцсеть, к примеру, да, а у вас весь доход и там все ваши таланты были завязаны только вот там, не знаю, вы были создателем, не знаю, контента там для блогеров, к примеру, да, у вас на этом жизнь не остановится, потому что, ага, у меня есть ещё два варианта развития, то есть и в голове не будет такого, что, да, что я вообще всё, я сейчас меняю кардинально свою жизнь, я перехожу во что-то вообще кардинально новое. Вы понимаете, нет, для меня это про одно, просто формат чуть другой будет, но, по сути, я делаю ровно то же самое. Очень важно, кстати, да, какое-то портфолио сохранять, чем занимался, не потом вспоминать, когда уже ищешь работу, а папочки по годам, чем я занимался или какие-то записи делать. Мне интересно, какое образование сейчас ценится? Хороший вопрос. Здесь смотря где, смотря какая сфера, какая отрасль, то есть, естественно, если это такие там а-ля там медицина, там, ну, понимаешь, да, то есть там, конечно, важно базовое образование, очень хорошее. Если мы говорим о каких-то творческих специальностях, то здесь скорее больше имеет значение опыт. То есть кейсы, опыт, реально практические навыки. То есть, допустим, в той же журналистике больше ценился опыт при трудоустройстве, но даже когда я там трудоустраивалась, все смотрят, покажите ваше портфолио, покажите, чем вы занимались. То есть здесь, возможно, и помогут даже какие-то краткосрочные курсы, которые дают тебе навыки. Ну, я не говорю про курсы, да, там, от каких-то блогеров. Конечно. Да, но, по крайней мере, которые дают тебе не теорию, а больше практики. Ну, или какая-то профессиональная переподготовка от института, кому можно доверять. То есть я бы все-таки помониторила именно свою отрасль, свою сферу, и даже прямо бы зашла на HeadHunter, либо там LinkedIn пообщалась с работодателями, посмотрела, что требуется, какие навыки требуются. Ну, то есть те же вакансии, и смотреть, что там, какое образование требуется, понимаешь, да? Какое им нужно, высшее, не высшее курсы, то есть что, какие навыки требуются. И уже от этого бы отталкивалась. Я думаю, также очень важно не пребывать в каких-то мечтах, да, а действительно заходить на эти сайты и пробовать. Это же даже бесплатно. Да. Вот. И действительно оценивать, думать, смотреть. Потому что некоторые люди много мечтают и так и не приступают к делу. Ну да, это как свериться с реальностью, посмотреть, что реально происходит на рынке. Вот. А также я хотела тебя спросить, кто такие дайверы и сканеры. Я увидела твои публикации на эту тему. Да, хороший вопрос. И хотела спросить. Смотри, есть тип людей, которые любят погружаться в углубь, в суть, идти на глубину, да, и, так скажем, им комфортно быть в одной теме на протяжении всей жизни и в эту тему максимально прогрузиться, да. Это люди-дайверы, то есть которым нравится нырять глубоко и быть твёрдым специалистом в одной сфере, в одной области. Есть люди-сканеры, которым нравится по верхам, знаешь, собирать много навыков из разных сфер и потом это всё синтезировать. Это люди-сканеры, люди, которые очень любопытные, интересующиеся, которым нравится что-то новое. Это просто, ну, такой тип мышления. Это не хорошо, не плохо. Главное просто понимать в себе, вот кто я, что интересно мне и к какому типу я отношусь. То есть всё-таки это скорее миф, да, то, что люди, которые всем понемножку интересуются, ничего не добьются. Конечно, миф. Вот главное, наверное, это осознавать, осмысливать как-то время от времени, да, потому что я на самом деле очень люблю учиться, и за последние несколько лет я обучалась стилю, косметологии, сценарному мастерству и что-то ещё между тем. А посмотри, как здорово все эти навыки пригождаются, допустим, на той же работе на телевидении, когда тебе нужно и грим сделать, и понимать стиль, ну, то есть чтобы там продумать и дизайн какого-то проекта, да, собрать какой-то лофт. Понимаешь, да, идею? То есть все эти навыки вбирают в себя прям одна сфера. Или, допустим, если человек впоследствии, к примеру, организует свой бизнес, слушай, ну, ему нужно много с чем разбираться, ему нужно понимать, там, если это какая-то творческая среда, там, и в дизайне, и в финансах, и в менеджменте, и в управлении людьми, и то есть чем больше сфер он охватывает, даже по чуть-чуть, то есть, может быть, ему не нужно быть там твёрдым бухгалтером, да, но если он по чуть-чуть понимает в каждой сфере, ему будет значительно проще войти в это, потому что у него есть базовые понимания, как это делается, вообще просто как устроены ряд сфер. Ну, я заметила, что я в этих сферах разбираюсь ровно до того, ну, глубоко достаточно копаю, но ровно до того момента, когда найду ответы на свои вопросы, и в этот момент я уже взяла это в чемоданчик и иду дальше, вот, насколько мне сейчас это необходимо. Вот, а у тебя как бывает? Ты часто обучаешься новому или идёшь больше вглубь? Ну, давай так, я скорее разграничиваю, просто есть сфера основная, наверное, основная сфера моего развития, она во большей части связана с медиа. Я не беру именно прям вот, телевидение. Для меня это медиа-сфера в общем. И, наверное, в рамках этой сферы, да, меня интересуют разные сферы, если мне нужно в чём-то разобраться, я иду в глубину. А есть, давай так, сферы вспомогательные, которые помогают мне в основном деле. Это вот как раз сфера HR, психология, коммуникации. Это для меня вспомогательная история, и я там иду именно в те темы, которые мне нужны здесь и сейчас для решения конкретных вопросов и с самой собой, и с персоналом. И если я могу помочь клиентам, то тоже в том числе. Но это больше как вспомогательное, как дополнительное к основному. Ну, это я для себя так разделила. Как определить свою стоимость на рынке труда? Многие люди задаются вопросом, потому что зачастую люди не выбирают работу, а ищут что-нибудь, хотя бы как-нибудь, куда-нибудь устроиться. Да, это хороший вопрос. Здесь нужно зайти на рынок и посмотреть, сколько я реально стою. То есть, посмотреть, ну, во-первых, позицию, которую я ищу, и какая стоимость на неё на рынке. Какой вот этот люфт? Ну, там, условно, от 50 до 200, от 300 до 500. Ну, то есть, какая сейчас вот эта вилка зарплатная? Это раз. А то, что два, попробовать подкликаться на вакансии и посмотреть, ну, реальное предложение, сколько вам предлагают. Если речь идёт о повышении зарплаты, да, уже там, где есть, то здесь надо смотреть возможности конкретной организации. Ну, вообще, я бы посмотрела, какая средняя там зарплата у сотрудников. И если, да, просить о повышении, то здесь не просто, а, повысите меня там, вот, я просто захотел. Я бы делала упор на три момента. Первый – это индексация, то есть, насколько давно проводилась индексация вообще зарплаты на рынке труда. Ну, потому что инфляция там, всё такое. Второй момент – это рыночная стоимость, то есть, какая сейчас вообще зарплата у конкурентов на рынке, сколько они предлагают. Ну, то есть, на что можно вообще аргументированно, как бы, аргументировать своё решение. И третье – это расширять свой функционал. То есть, если, допустим, рост, как бы, мои обязанности растут, и, к примеру, моя занятость растёт, а зарплата остаётся на том же уровне, но это как-то не очень адекватно. То есть, можно попросить о дополнительной занятости или какие дополнительные там возможности, функционал я могу на себя там взять по времени или в рамках обязанностей, что будет влиять на мою зарплату. Ну, это такой третий момент. Но я бы начала хотя бы с индексации и с рыночных зарплат. И главное… Начать узнавать об этом. Да. Не бежать сразу куда-то в другое место, что я побегу, вот там будет там зарплата на уровень выше. Я бы начала с переговоров. Ну, то есть, сесть со своим работодателем, просто вообще узнать возможности. Есть ли вообще такая возможность протестировать реальность? То есть, там, в плане индексации, в плане рыночной зарплаты, возможно ли как-то мне расширить свои обязанности, взять ещё какой-то функционал и посмотреть. Просто попробовать. В последнем выпуске нашей программы мы обсудили, как реализовать свои таланты и какие форматы развития существуют. И наша карта наконец-то заполнилась цветом до конца. И главное, чем я хотела поделиться со зрителями и с тобой, Алиана, что я вынесла из этого пути, что узнавая себя, мы узнаём, что Бог заложил в нас и глубже осознаём своё предназначение. Вот. И надеюсь, наши зрители тоже вынесли для себя много ценного и их жизнь станет ещё более наполненной. Спасибо, что была с нами в течение этого цикла программ. Мне было очень интересно. Думаю, многое я смогу применить на практике. И тебе спасибо огромное за такой экспириенс, что ты согласилась в этом принять участие. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами. И до новых встреч в других проектах.